Дорогие наши читатели, мамы, папы и, конечно же, ребята, Исокогорская библиотека номер 14 приглашает вас посмотреть презентацию по обзору серии книг «Шляпа волшебника». Иногда находишь книгу, которую просто невозможно отложить, пока ее не дочитаешь. И как прекрасно, что все чаще можно встретить не только отдельные книги, но и целые серии, циклы, от которых просто невозможно оторваться или остановиться на первой книге. Ты не можешь спать, есть, начиная от соломка, которая длится до последнего слова последней книги, до тех пор, пока вся серия не прочитана. Книжная серия – это книги, по тем или иным причинам составленные издателем в единую последовательность. Обычно они выходят в одном издательстве и объединены общим оформлением. И сегодня мы хотим вас познакомить с книжной серией издательства АСТ «Шляпа волшебника». Эта серия представляет читателям современную российскую прозу для детей, большей частью сказочно-волшебную. Герои этих книг – современные девчонки, мальчишки и взрослые – попадают в совершенно невероятные истории. Встречаются с привычными сказочными персонажами, вроде злых колдуньей и добрых волшебников, но происходит это совсем иначе, чем прежде. Но так и должно быть, ведь мир изменился, а вместе с ними изменились и герои сказок. Книги серии в основном написаны для детей младшего школьного возраста, но уверена, и старшим ребятам, и их родителям будет очень интересно почитать все переплетения удивительных событий, ведь сказки любят все, ну или почти все. Все авторы, чьи произведения вышли в данной серии, были так или иначе отмечены в различных литературных конкурсах или в собственном конкурсе издательства группы АСТ, рукопись года. Так, например, книга серии «Кукольный домик» Анны Гуровой стала лауреатом премии «Дверь в лето». А книги «Великое путешествие через шкаф и обратно» Натальи Журавликовой и «Клад» и другие полезные ископаемые Павла Калмыкова были отмечены лично Крапивиным и получили призы Крапивинской премии. Итак, давайте обратимся к книгам. Первая книга, с которой я хочу вас познакомить «Великое путешествие через шкаф и обратно» Натальи Журавликовой. Конечно, идея сказки вызывает у нас воспоминания о известной Нарнии Льюиса, но это не делает ее менее интересной. Мама Костика – обыкновенная волшебница из обыкновенной волшебной страны, но она не хочет в этом признаваться и любой волшебной ситуации находит рациональное объяснение. Именно из-за этих тайн и случилась увлекательнейшая приключенческая история, где волшебство вплетается в жизнь, казалось бы, обычных школьников, захватывает с первой страницы. Совершенно необычные происшествия случаются с героями, заставляя читателей переживать, радоваться или огорчаться вместе с ними. Интересная история написана весело и остроумно. Автор не читает нам морали, но как-то само по себе понятно, как ценно дружба и семья, а какие чудесные персонажи и сколько юмора вложено в них. В общем, это прекрасная смешная история про дружбу и взаимовыручку. Обязательно почитайте. Ведьма страны туманов Тони Шипулиной представляет собой очень интересную и необычную сказку, в которой присутствует славянская мифология, увлекательный сюжет и живые персонажи, которым хочется сопереживать. Здесь мы с вами не только столкнемся с добром и злом, но и внутренней борьбой многих персонажей. Здесь мы можем попробовать найти ответ на вопрос «А что лучше?» Жить сладко, но не давать свободу другому и принуждать его к чему-либо или наоборот. А от того, что книга написана для детей, мы получим ответы на сложные вопросы совершенно по-лёгкому. Это детская книга, но даже взрослым она может помочь найти ответы на многие вопросы. Здесь нам встретятся и бытовые ссоры, и переживания личного характера, любовь и смелость. Лёгкая, понятная и доступная книга. Она погружает нас с головой в атмосферу страны туманов, из которой очень трудно выбраться. Попробуйте и вы окунуться в эту атмосферу. Следующая книга, с которой я хочу вас познакомить, Кикимора Светка Пипеткина Татьяна Корниенко. В сказках нашего детства нечистая сила всегда была злом, с которым боролся богатырь или девица-красавица. А сейчас нечисть превращается в положительных персонажей, как, например, вся маленькая нечисть Пройслера, а ещё Светка Пипеткина, она же у Гоши, Кикимора, которая не хотела сидеть в своём болоте, и она отправилась в мир людей. Хотя и жила она не совсем в болоте, а на небольшом островке посреди огромной топи. Но затуманила, затурманила Светка головы окружающих её людей, приняла человеческий вид и стала обычной шестиклассницей. Сначала никто и не догадывался, что в классе обосновалась Кикимора, но разве такое утаишь? Тем более, если у ребят есть свой маг-волшебник Антон. Правда, ему некогда было понимать, что он маг, он всё время ссорился с Пипеткиной, ведь когда девочка нравится, поводов для ссор предостаточно. В общем, всё бы было у Светки хорошо, но жизнь на болоте одна, а в городе другая. И хорошо, когда рядом есть друзья, как, например, верная подруга Лариса, которая не бросила свою Светку. В общем, прекрасная история о юной Кикиморе. В этой сказке есть над чем посмеяться, есть и над чем задуматься. Продолжение этой истории сказка Лесная фея или новые приключения Светки Пипеткиной. Интересная, добрая, волшебная и поучительная книга. У Гоши она ведь очень ранимая и хрупкая, хотя при этом имеет стойкий характер. Как и первая книга, Лесная фея говорит нам о том, что не нужно сдаваться, нужно бороться за то, что тебе дорого. Она тоже рассказывает, насколько велика дружба, что только совместными усилиями можно добиться благополучного исхода дела. Главные герои и в этой книге показывают на своем в примере, что в каждом человеке есть доброта, честность и любовь. Лесная фея или новые приключения Тикиморы. Книга, которая читается на одном дыхании. Кукольный домик Анны Гуровой. Это сказка, добрая и волшебная, очень интересная и захватывающая. Приключения кукол, игрушек, их трудности, их зимовки. Вот вы знали, что когда хозяин отказывается от куклы, бросает ее и говорит, что кукла ему больше не нужна, то кукла засыпает. Она спит, не видя снов. Она может проспать один день, как ей кажется, а на самом деле пройдет лет 30. И если кукле вспомнить и назвать ее по имени, она проснется, распахнет свои кукольные большие глаза, завертит, головка, ища маму. А мамы нет. Мамы давно нет, ведь прошло уже 30 лет. И с этого начинается действие в купольном домике. Куклы проснулись, наперебой зовут маму. Их пугает огромный сундук, в котором они проснулись. Их пугает дом. Ведь то, что было вчера, уже осталось где-то далеко. Мама, где ты периодически спрашивает то одна, то другая куколки. В доме холодно, их пугает отсутствие тепла, отсутствие тепла мамы. Их куклы решают отправиться на поиски маленькой хозяйки. Их ждет множество приключений, с которыми они справятся, и в конце путешествий будут вознаграждены. Книга добрая и волшебная. Она окунет нас в мир забытых игрушек. И может быть вы вспомните свои игрушки, которые хвылятся где-то в кладовке. Коты, призраки и одна бабушка Светлана Лаврова. Это книга сборник рассказов. А бабушка Марьяна не простая бабушка. Она не вяжет носки, не варит борщи и не смотрит сериалы без конца. Она участвует в ролевых играх с внуками, варит касату по-сицилийски и прекрасно владеет катаной. Внуки от нее без ума и каждое лето собираются у своей любимой бабушки в деревне. Ведь тут можно купаться в пруду и есть всякие вкусности. А еще в деревне очень много интересного и всегда что-нибудь происходит. Например, сосед может оказаться вампиром, можно встретить мышей-призраков, а можно попытаться найти клад. И хорошо, что с внуками приезжают их коты и кошки, потому что приключений получается в два раза больше. А коты и кошки не уступают своим хозяевам в их поисках. Помимо этого рассказа имеются еще два. Замок между мирами и киска с бантиком в горошек. И все они очень прекрасные, светлые, добрые, легкие. Читаешь и снова хочется в детство проведенную у бабушки, снова хочется в деревню. Ну вот и все книги, о которых я хотела вам рассказать. В настоящее время в серии Шляпа Волшебника вышло более 20 книг. Очень жаль, что в нашей библиотеке так мало историй из этой замечательной серии. Но как прекрасно, что их можно взять в других библиотеках. Приходите, вместе почитаем, посмеемся, подумаем. Благодарю вас за внимание.